Пластиковые загрязнения – огромная проблема для многих стран мира. По данным Организации экономического сотрудничества и развития, сегодня производится в два раза больше пластиковых отходов, чем 20 лет назад. При этом большая их часть оказывается на свалках, сжигается или попадает в окружающую среду. И только 9% перерабатывается. О том, в каких странах отходам научились давать вторую жизнь, в нашем следующем материале. Некогда живописное озеро Уру-Уру – один из главных туристических объектов Боливии, заполнено пластиковыми отходами и бытовым мусором. Старые бутылки, пакеты и банки накапливались здесь в течение многих десятилетий. Вернуть водоему прежний облик и спасти его от обмеления не первый год пытаются местные экозащитные группы. За время акции по очистке озера волонтерам удалось собрать около 180 тонн отходов. Все отходы отвозят на заводы по переработке пластика. Несмотря на большое количество мусора, в Боливии не так много подобных предприятий. Гранулы, полученные в результате переработки, страна экспортирует. Небольшая часть сырья также используется для местного производства труб систем орошения. А в Китае представили уникальные строительные кирпичи. Они выполнены из стопроцентно переработанных пластиковых отходов и отличаются повышенной прочностью, небольшим весом и долговечностью. Новинку презентовали в рамках ежегодной кантонской ярмарки в китайском городе Гуанчжоу. Вопросом переработки пластиковых отходов в Китае уделяет особое внимание. По официальным данным, в стране в период с 2011 по 2020 годы было переработано свыше 170 миллионов тонн отходов, чтобы сократить количество производимого пластика кофейни в округе Чанша. Предлагает своим клиентам многоразовую посуду и приборы. А в китайском городе Шэньчжэнь местный муниципалитет запрещает продавать еду клиентам на вынос в пластиковых контейнерах. Отмечу, что КНР также мировой лидер по переработке макулатуры. Около 60% материала, используемого для производства бумажной и картонной продукции в Китае, получено из переработанной макулатуры. С проблемой сильного загрязнения пластиком жителей чилийского острова Пасхи, известного своими каменными статуями, сталкивается не первый год. Большая часть мусора поступает с судов, которые сбрасывают свои отходы в океан. Между тем, жители острова научились извлекать из отходов свою пользу. Они создают из них декоративные скульптуры в форме культовых каменных статуй острова Пасхи Муаи. А также делают брелоки для ключей, магниты на холодильник и ювелирные украшения. После изделия продают туристам. Часть пластика также идет на производство разноцветных столешниц и предметов интерьера. На острове даже была построена музыкальная школа из переработанных материалов. На ее создание ушло 2500 автомобильных покрышек, 40 тысяч стеклянных бутылок и около 40 тысяч алюминиевых банок.